И сегодня, в канун Дня России, в зале торжеств Черкеска чествовали жители республики, в течение многих лет безупречно исполнявших свои служебные обязанности. Высокие государственные награды им вручил исполняющий обязанности главы республики Рашид Тимрезов, рассказывает Мадина Каракетова. Отмечать заслуги лучших – добрая и красивая традиция, сложившаяся в Карачаево-Черкесии. Сегодня нарядные, улыбающиеся, заслуженные люди республики собрались в зале торжеств. Кто-то из них не один десяток лет посвятил выбранной профессии, а кто-то внеосносительно недавно, но уже отличился. Со словами поздравления к собравшимся в зале обратился исполняющий обязанности главы республики Рашид Тимрезов. Сегодня политика государства нацелена на построение сильного государства, укрепление его экономического потенциала, сохранение и развитие многовековых традиций нравственности и культуры российского общества, сохранение его великого исторического наследия. Мы все гордимся своей страной и любим ее. А наша страна гордится каждым своим гражданином, каждый из вас, кто собрался в этом зале. Людьми, которые своим честным и добросовестным трудом каждый день укрепляют величие и мощь нашей страны, помогают социально-экономическому развитию нашей родной республики. Распоряжением председателя Совета Федерации Федерального Собрания России двоим педагогам Татьяне Черняевой, директору Первого лицея Усть-Жигуты и Наталье Романенко, учителю начальных классов того же учебного заведения, была объявлена благодарность. Эта награда имеет очень большое значение. Она настраивает нас на более добросовестную работу. Еще ряд жителей республики, отличившихся в деятельности, получили награды за служенные звания, присужденные указом главы Карачаева Черкесии. Среди них и директор Дворца культуры Черкесии Ахмед Батырбиев, которому присудили звание заслуженного работника муниципальной службы. Он признался, что эта награда для него очень важна, и как оценка его деятельности, и в то же время как аванс, настраивающий на еще лучшие результаты. 36 лет посвятил сельскому хозяйству ветеран агропромышленного комплекса Набибы Таев все эти годы проработавший в колхозе «Октябрь» Зеленчугского района, которому присвоили высокое звание заслуженного землеустроителя. Трудно было, но работали, понимаете, радостно, планы выполняли, все было хорошо. Но надо было работать, мы работали. Если мне наградили сегодня, это мне не личные награды, это награда коллектива колхоза «Октябрь», полеводы, особенно механизаторы. Спасибо им и низкий поклон. Были отмечены и успехи в развитии туризма. И среди награжденных Муса Баташев, заместитель директора туристической компании «Медовые водопады», которому присвоили звание заслуженного работника индустрии туризма. В этом году 25 лет туркомплекса «Медовые водопады», как я занимаюсь туризмом. И я хотел бы выразить благодарность руководству республики за оценку нашей работы. Но это не только моя оценка, конечно, это коллектив. И мы стараемся. Всего заслуженные награды получили в этот день 22 специалиста в области образования, экономики, туризма, журналистики, развития физической культуры, государственной службы, безупречно выполнявшие служебные обязанности и активно участвовавшие в общественной жизни республики. Исполняющий обязанности главы республики Рашид Тимрезов отметил, что благодаря таким людям, которым небезразлична судьба родного края, развивается и республика, и страна в целом. Мадина Каракетова, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.